Добрый вечер, уважаемые дамы и господа! Добрый вечер, уважаемые дамы и господа! Я рада приветствовать вас в рамках международного проекта «Наука побеждать». И напоминаю, что каждый вечер мы с вами на данной прямой трансляции рассматриваем происхождение стиля Каса-Дамаро. И линия нашего исследования – она судьба аналитическая. То есть, применяя подходы, логику, инструменты, доктрины, судьба психологии, мы ищем тайны и находим их, исследуя родовое наследие Каса-Дамаро. Ну что ж, уважаемые дамы и господа, мы уже с вами далеко не в первый раз встречаемся, и определенные моменты вам уже должны быть известны. Ну, очень коротко, конечно, одну из моделей судьбы психологии я вам все же напомню. Помните, мы с вами говорили, что у нас существует такая модель, как некая сцена. То есть, представьте себе театр, да, и в каждом театре существует сцена. На сцене существует видимая часть, и она называется передний план. Сцена огорожена некими занавесами, да, то есть, по сути, существует понятие «кулис», и это задний план. И мы не видим то, что происходит на заднем плане. А на заднем плане у нас существуют те самые требования и побуждения наших предков. Да, то есть у нас все наши родственники и кондукторы в лице отцовских и материнских фигур требуют и побуждают нас проживать те или иные жизненные сценарии. Да, то есть, по сути, играть на сцене и проживать этот сценарий актеру, то есть, отдуваться ему. Basically, the one who is going to be responsible for playing and going through the scenario on the scene is on the actor himself. А все советчики, а вот они живут себе и здравствуют на заднем плане. And as for all of the advisors, they have a great life in the back plan. Я очень сильно утрирую исключительно для того, чтобы описать модель. And I'm over-exaggerating things, just in order to explain the model. Потому что, когда мы говорим о такой легендарной личности, как Каз Дамата, ну, мне кажется, дай бог хотя бы одну сотую такого родового наследия, как у Каза, обыкновенному человеку. Because when we are speaking about such a legendary figure as Каз Дамата, then I should tell, I mean, it would be great for everybody to have at least one of the hundreds of his heritage. И мы с вами в рамках предыдущих эфиров уже кое-что обнаружили. And in the framework of the previous live broadcast, we have already found out certain things. Ну, во-первых, мы с вами обнаружили, что существуют вещи, которые мы делаем неосознанно. Well, in the first place, we have precisely found out that there are things that are done unconsciously by us. И одна из таких категорий неосознанных – это наши выборы. И побуждения, в частности, выбора профессии или выбора любви, да, они, все эти побуждения, берутся из родового бессознательного. And this drives for a certain profession or for choosing a soulmate. These are drives which come from our ancestral heritage, unconscious. То есть, по сути, у каждого из нас есть родовой наследие. In fact, each of us has ancestral legacy. И мы ничего о нем не знаем. And we do not know anything about it. А оно обладает колоссальной силой. And at the same time, it has a great power. Если научиться этой силой управлять, можно в этой жизни добиться очень многого. And if one learns how to manage this power, he can achieve a lot of things. Понимаете, это нам сейчас кажется, что люди, которые жили там в 17-15 веке, они были какими-то неущими людьми, темными и прочее. И вся проблема в том, что на самом деле вы бы попробовали почитать труды великих гениев в той эпохе. However, if only you had a chance to read the works of those brilliant geniuses of those epochs. Вы знаете, изучая только величие меча Пачака Денербайес, ты понимаешь, что ты не просто, скажем так, несколько невежественен, но и на самом деле тёбен. Потому что ещё в 16 веке люди прекрасно знали и особенности психологической подготовки, и особенности такой науки, которая обеспечивала возможность пожить подольше и прочее. И знаете, сегодня люди считают, что если они выучили там таблицу умножения или таблицу химических элементов, то они уже совершили некий подвиг. And in contrast, if you look at the modern man, at modern people, they think that if they learn by heart the multiplication table or the chemistry table, they have already made a big thing. Но по сравнению с тем триумфом, который добился Кас, это просто ничто. And nevertheless, in comparison with the triumph that was achieved by Кас Дамаро, that is nothing. И в результате судьбы аналитической экспертизы мы с вами пришли к некоторому обозаключению. And as a result of faith analytical expertise, we have came to a certain conclusion. Ну, во-первых, мы выяснили, что родовое бессознательное у господина Каса Дамата крайне богато. But first of all, what we have found is that ancestral heritage of Каса Дамата is very diverse and rich. И хотя сам Кас непосредственно родился в Нью-Йорке и вырос там, все же мы не можем сказать, что на формирование этой легенды влияла американская линия. And even though Кас Дамата was born in New York, we cannot affirm or we cannot state that formation of his personality was influenced by US. Как минимум потому, что ближайшие его кондукторы, это фигуры матери и отца, они не имеют отношения к американской линии. Мы с вами анализировали деятельность Дамьяна Дамата, отца Каса и его братьев. И это позволило сделать нам качественные выводы о среде, в которой воспитывался Кас. Which allowed us to make very high-quality conclusions about the environment where Кас grew up. А среда эта итальянская криминальная. As for environment itself, it was Italian criminal one. И соответственно эффективность этой среды и эффективность знаний данной среды, они дали себе знать. И когда мы говорим об отцовской и материнской линии Каса Дамата, то мы в любом случае с вами обращаемся не к американской истории, а к европейской. А именно к южно-солнечным регионам Италии, замечательному региону под названием Апулия. Ранее считалось, что родом семья Каса Дамата из Бари. Бари непосредственно является центром Апулии, одного из широко известных криминальных регионов. Но как выяснилось в ходе исследований экспедиционного корпуса нашего научно-исследовательского института, то немного не так. И сейчас, по главе с Олегом Викторовичем Мальцевым, член экспедиционного корпуса находится на исторической родине семьи Каса Дамата. Те, кто смотрит данные эфиры не в первый раз, наверняка задаются вопросом, почему я повторяю все эти вещи. По нескольким причинам. И я делаю это для многих причин. Ну, во-первых, повторением от учения. Ну, во-первых, повторением от учения. А во-вторых, потому что, вы знаете, вот лично меня очень удивляет подход некоторых исследователей, да, вот. Все восхищаются Касом, но никому даже в голову не пришло проверить, откуда он действительно был. То есть, есть люди, которые каким-то образом делятся информацией, они говорят, это так, даже не удосужившись проверить, действительно ли это. К счастью, мой руководитель не такой. Будучи ученым-прикладником, он организовал собственноручно, это исключительно заслуга Олега Викторовича Мальцева, экспедицию, которая прямо сейчас проходит. И в результате нескольких запросов было выяснено, что историческая родина является нескольким именный город, это город Торито. И я крайне рекомендую и попрошу руководителей этого проекта предоставить вам ссылку на сегодняшний прямой эфир. В ходе которого члены экспедиционного корпуса во главе с Олегом Мальцевым побывали непосредственно в государственном архиве. Посмотрите этот эфир. Это настоящие документальные кадры. Это огромная колоссальная научная работа. То есть по сути нужно было выкопать немалую тонну документов, все это быстро, скажем так, обработать все эти данные и прийти к тем данным, которым мы обладаем сегодня. И вы знаете, то, что семья господина Касадамата родом из Апулии, это еще только верхушка айсберга. Как известно, этот центр, этот регион является сердцем замечательного неаполентанского фехтования. Считается, что машина неаполитанского фехтования является одной из самых мощных в мире. И мои коллеги обладают не просто эксклюзивными данными, да, у нас не просто есть все трактаты неаполитанского фехтования и генеалогическое древо мастеров. Но также они обладают уникальной возможностью увидеть, собственно, так сказать, своими глазами и вам показать в рамках прямых эфиров, как на самом деле обстоят дела. Я, честно говоря, не знаю, как вам объяснять эти простые вещи, что не стоит пропускать такие прямые эфиры. Ну, на самом деле, вероятно, это дело вкуса. И анализируя наши с вами предыдущие судьбоаналитические эфиры, мы пришли с вами к тому, что по меньшей мере и психологическая линия подготовки кассов имеет прямое отношение к испанской школе фехтования. Да, именно к науке Дестреза. И не даром наш проект называется «Наука побеждать». Те, кто знают Дестрезу, те владеют знанием о том, как побеждать. А когда мы говорим о исторической родине семьи Касси Дамата, то эта родина, она является итальянской только на сегодняшний день. Да, потому что очень длительный период времени эти земли были испанскими. Но, к сожалению, на сегодняшний день слишком много исторических фактов растеряно. И собрать это все в единую картину, ну, наверное, под силу только человеку крайне образованному и тому, кто посвятил этому всю свою жизнь. То есть, анализируя родокою бессознательное Касси Дамата, по сути, машину его предков, мы можем сказать, что за спиной Касси Дамата стояла машина неаполитанского фехтования. Дальше, недавно мы с вами обсуждали тест Ахниха. И мы говорили о том, что существует некоторый, ну, скажем так, интересный язык, да, для некоторых умнов, и он называется язык двигательных. По нему мы точно можем сказать, каково родовое наследие и что делали предки. И мы точно можем сказать, что предки господина Касси Дамата были людьми необыкновенными. И недаром все, кто знали Касса близко, все, кто знали его лично, говорили, что он ведет образ жизни, сравненный с рыцарем настоящего ордена. Как еще можно воспринимать человека, чья дисциплина была внечеловеческая? Если он жил по-настоящему как монах, то есть он исповедовал монашеский образ жизни. Более того, все отмечали, что у Касси был особый подход. И мы с вами уже это тоже обсуждали. Касси говорил, что ты должен себя воспитывать как воина и воспитывать других мужчин, чтобы они тоже становились воинами. И мы уже говорили это тоже вместе с вами в Лиге-бродкассе, потому что Касси говорили, что ты должен быть уничтожен, чтобы вы себя воспитали, чтобы вы себя воспитали. И ты должен помогать другим, чтобы становиться воинами. Потрудитесь найти труды, книги, Иеронима де Каранзе и Пачка де Нарваяс. Да, они начинаются с этой доктрины. Это очень древняя европейская мудрость. Это античный европейский мудрость. И вы помните, когда он учил, он оставлял Майка, он говорил, что античные герои должны стать твоими ролевыми моделями. То есть, по сути, если мы Майка рассмотрим как вот этого актера, эту фигуру на переднем плане, то каким-то образом Касс, владея вот этим неведомым знанием, то Касс не просто научил Майка нажимать те или иные кнопки и превращать себя в боевую машину, не знающую ни страха, ни боли, ни поражения. Но еще эта машина, она имела определенную ролевую составляющую. И эта ролевая составляющая героическая, это античный древний герой. Даже вот просто коротко анализируя эти несколько этих фраз, мы уже видим, что очень многое из доктрины судьбы психологии было известно господину Кассу Дамату. И есть одна вещь, которую я хотела бы с вами обсудить именно сегодня. Помните, мы с вами говорили о том, что существует понятие переднего и заднего плана? И когда существует определенная сила, идущая извне, эта сила может повернуть в целом. И тогда задний план меняется с передним планом местами. И на передний план, в лице этого актера, выходит совершенно иная фигура из-за кулис. И по сути, именно так и происходит смена заднего и переднего плана. И мы это воспринимаем, как некое судьбоносное изменение. Но как именно происходит судьбоносное изменение? Всегда нужен третий элемент. Без третьего элемента ничего не получится. И этот третий элемент словно называется инструментом. На самом деле, это все очень просто, то, что я вам объясняю. Это даже ребенку в первом классе понятно. Что если он хочет что-то написать на доске, например, маркером, да, ему нужен маркер, то есть инструмент. Или ручку, да, чтобы в тетраде что-то нарисовать. Если я хочу сейчас написать моим коллегам, которые находятся в Италии, Мне тоже понадобится третий элемент, например, планшет, или мобильный телефон, или смартфон. Всегда существует третий элемент. И когда мы говорим о судьбе, да, и поворотах судьбы, здесь тоже существует свой третий элемент. И мы называем ее инструментом. И мы называем это инструментом. Или ключом. Или ключом. Все-таки судьба это мистическое понятие. И когда мы говорим о каких-то возможных сценариях, да, или возможных дорогах, все-таки понятие замков и ключей здесь ближе. То есть в жизни у каждого из нас существует некий ключ. И этот ключ поворачивает колесо нашей судьбы. И меняется бытие. То есть задний план меняет передний. Все очень просто. Вот вы часто встречали такие примеры. Например, у человека что-то случилось в жизни, он попал в автокатастрофу, да. он пережил это, пересмотрел, как говорится, некие ценности, и перед вами уже совершенно иной человек. А кому-то не нужны такие вот огромные, да, все-таки арт-катастрофы – это суровые испытания, да? Например, есть дети, которые в детстве не могут увидеть фортепиано, они видят, они слышат, как оно замечательно звучит, и вот их цепляет именно фортепиано, и они начинают учиться, обучаться игре на фортепиано. Есть люди, которые, скажем так, видят некий символ, и этот символ настолько их зацепляет, каким-то образом включая те или иные механизмы памяти, человек начинает жить вообще по-другому. То есть, по сути, ключи судьбы – это огромная мистическая тема, достойная длиннейшего исследования. Мне очень тяжело говорить ненаучным языком на эту тему. Потому что тема ключей и поворота колеса судьбы – это все-таки тема, которая требует колоссальной подготовки. Хотите вы этого или нет? Потому что если мы знаем, как работают инструменты судьбы, и умеем в жизни того или иного человека эти инструменты видеть, мы четко можем объяснить, почему судьба того или иного человека с исторической точки зрения повернулась именно так, а не иначе. А история все же – это уроки прошлого, правильно? Которые мы можем применять сейчас, чтобы изменять свое будущее. И если мы анализируем родовое бессознательное господина Каса-Дамата, то здесь без таких инструментов судьбы тоже не обойтись. И мы уже с вами знаем, что родина его семьи – это родина неаполитанского фехтования. Давайте мысль эту запомним и отложим в сторону. И теперь коротко пройдемся по результатам анализа, которые я озвучила в предыдущих эфирах. Ну, во-первых, давайте с вами посмотрим на самого господина Каса-Дамата. Ну, в первом месте, давайте посмотрим на Каса-Дамата himself. Он стал великим тренером, так? Но почему? Он ведь мог стать и сам великолепным боксером, да, или даже чем-то больше. Но если мы вернемся в детство, да, и в отечество Каса, мы понимаем, что это невозможно в силу одного события. А именно потеря зрения левого глаза, да? А почему? Потому что он участвовал в уличной потасовке, в уличной драке на ножах. Вот обратите внимание, Кас жил вроде бы в Америке, но все его детство проходят в боях и в драках. Pay attention to the fact that Кас used to live in the U.S., however, all of his life, especially youth, is involved constantly with different fights and knives. И если мы перенесемся на историческую родину семьи, то Торито, Бари, Апули – это родина фехтования, это родина поединка. Там поединок – это нечто возведет на культ. Если ты не знаешь, как ородовать клинком, то ты надолго не задержишься. И если бы Кас послушал своих друзей, точнее, не послушал бы и убил бы человека, он бы не лишился глаз. Но вместо того, чтобы слушать мудрость клинка, он послушал своих друзей. И урок тому – минус глаз. Да, то есть это очень важное изменение судьбы ввиду такого инструмента, как нож. Далее, давайте посмотрим на героя, которого уважал Кас Дамата, его старший брат. Почему он был героем? Он был героем не только потому, что он был старшим и во всем помогал Касу. Он был поменял, чтобы помогал с каждым, чтобы каст. Вы помните, что в одной из драк он положил шестерых человек с судьей ударами? Вы помните, да? There was one fight when he was able to put down all of six guys just by means of one knife. Вы считаете, что эти навыки откуда-то просто так берутся? So, do you think that this type of skills come just from nowhere? Но если вспомнить о родовом прошлом, родовом бессознательном этих братьях, то мы прекрасно понимаем, почему это возможно. And again, if you remember about ancestral past and ancestral unconscious legacy of these brothers, then we understand that this is possible and we understand the reason. Если бы мы внимательно читали книги как Лэри Слоумана, так и доктора Спортдавайса, то вы бы обратили внимание на то, каким образом относился Кас к ножу. If you have had paid very close attention to such books of Лэри Слоумана and доктор Скотт Вайс, then you would know what was relation of Кас towards the blade. Я бы даже сказала уличное отношение. His personal relation approached the blade. Он приматывал нож к руке, чтобы во время уличной драки он случайно не выпал, не вылетел, и его не выбили. He used to tie the knife to his hand. He used to tape it, basically, in order not to have it to... It doesn't fall somewhere in the street fight. Это тоже весьма специфический метод обращения с Квинком. Which is also a highly specific way of handling the blade. И в итальянских семьях он хорошо известен. And it is very well known in Italian families. А для вас, дорогие зрители, можно вообще в первый раз об этом слышать. As for you, dear viewers, maybe you are hearing for this for the first time. То есть, то, что нож присутствовал, который фигурировал в жизни Каса Дамата, это аксиома. Это совершенно четко и определенно известно. И если мы уже говорим о некой роли, то давайте посмотрим на следующую цепь событий. Вот опять-таки, давайте с вами вспомним тот фрагмент, в котором описывалось, каким образом Кас подбирал себе учеников. So, again, let us turn to that fragment where it is described the way Кас used to select his fighters. Ну, во-первых, когда он еще вообще не видел Майка и даже на него не посмотрел, он уже знал о том, что существует некий парень, который, не задумываясь на улице, в уличной драке прнул кого-то на жопу. Опять-таки, видите, вот поступок в силу применения такого инструмента, как нож. И опять-таки, этот инцидент с ножом стал одним из основополагающих рычагов для выбора Кас. And again, this incident with a knife became a very big lever for making a decision from the side of Кас. Потому что как раз-таки этот поступок доказывал, что Майк тот, кто нужен. Because that very act it proved that Майк was just the one he needed. То есть, смотрите, как бы это парадоксально не звучало, но именно нож соединил судьбы двух людей. How paradoxically, it may seem, but it was a knife, a blade that actually brought two lives together, two fates together. Да, соединил судьбы Каса, тренера и Майка, будущего чемпиона. It would connect it to two fates, fate of Kastamato, the coach, and the future champion, Майк. Если бы не этот случай с ножом, кто бы знает, каким образом сложилась бы судьба Майка. If not that incident with a knife, who knows how it would turn out for Mike. Ну, просто на заметку. Давайте с вами возьмем примера Флойда Паттерсона. Just as a note, let us take an example of Floyd Patterson. А вот у Флойда Паттерсона в судьбе нет ничего общего, связанного с ножом. In the fate of Floyd Patterson, there is nothing that would be related to a knife. Вероятно, поэтому у Флойда Паттерсона все-таки его карьера сложилась несколько иным образом. Не столь громогласно и определенно, как у Майка. Probably that was the reason that his career didn't turn out to be just it was, in Mike's case, it was not that bright and loud. И про Флойда Касс говорил, что все-таки ему не удалось воспитать того, кого он хотел. Эту задачу он говорил не решил. And speaking about Floyd, Касс used to tell that he was not capable to solve the task just the way he wanted. Давайте с вами обратим внимание на вообще вот несколько иную фигуру. Let us take a look at a completely different figure. Опять-таки, нож соединил судьбы двух людей. Again, we are speaking about how Blade connects two fates of different people. Но нож может и разъединять судьбы людей. However, it can also separate fates of people. Ну, если я не ошибаюсь, такая фигура, как Тедди Атлас, должна быть вам знакома. If I'm not mistaken, such a figure as Тедди Атлас should be known to you. Because he has a scar on his face. Посмотрите на его фотографию. Это удивительное фото. Там четко прослеживается шрам от нанесения ножевого удара. Pay a very close attention to that photo and you will clearly see a big scar on his face that was left by the blade. Показываю, как работает судьбоносный инструмент нож. Некая дама встречает в своей жизни господина Тедди Атласа и видит у него шрам. И она влюбляется в него, потому что для нее этот шрам является свидетельством того, что перед ней настоящий мужчина. И, так сказать, окрыленный, счастливый, влюбленный Тедди Атлас приходит в зал. И говорит о том, что он женец. Каз не то, что несчастливый или несчастливый, это сложно описать, но его не было таких категорий. Он говорит, нет, ты не женишься. до тех пор, пока мы не выполним обязательства. Ты, дорогой, не забыл, что у нас только контрактов на свыше 129 миллионов долларов. Но Тедди Атлас предпочел жениться вместо того, чтобы выполнить обязательства. И в этот же день он вылетел из бизнеса. И это был день, когда он был выгнал от бизнеса. Да, именно Каз его выгнал. Именно выгнал за невыполнением обязательства. Да, Каз его выгнал за невыполнение обязательства. Вот опять-таки, видите, поворот такого ключа как нож. Не было бы этого шрама, тогда она просто прошла бы мимо. Не было бы этого ножевого удара, в вероятном жизни Тедди Атласа все сложилось бы по-другому. И вот что удивительно, как сложилось, что на сегодняшний день имеет Тедди Атлас. И вот что удивительно, как сложилось, что на сегодняшний день имеет Тедди Атлас. Мне очень тяжело говорить, подбирая корректные слова. Вы найдите лучше эту информацию, Саня. It is hard for me to speak by using appropriate words because it would be probably better for you to find information by yourself. Не так долго, во-первых, он прожил с этой дамой, безусловно, она от него ушла. И то, что мы сегодня видим в лице Тедди Атласа, счастливой и здоровой фигурой назвать никак нельзя. And things that we see in the figure of Тедди Атлас for today cannot be called a happy and bright figure. Вот такие вот дела, уважаемые нам и господа. So that's how our things dear ladies and gentlemen. И когда мы говорим о наследии Каса, нас интересует несколько вещей. Не только сами фигуры предков. И эти фигуры обладают требованиями, побуждениями, да? And remember that those figures they have own demands, own drives. Но самое главное, что это наша память. However, the most important thing that it is our memory. А в памяти хранятся знания. And memory has knowledge. Знаете, как в архивах. It is like in an archive. Просто мы не умеем им пользоваться. It's just we do not know how to use it. Но совершенно очевидно, что Кас обладал многими знаниями, многогранными и многофункциональными. However, it is absolutely evident that Кас possessed knowledge of how to use that and his knowledge was multifunctional. Вы только обратите внимание на аспекты психологической и философской подготовки. Just pay attention to the aspects of psychological and philosophical preparation of Кас. Это очень несложно сделать уже на сегодняшний день, потому что Олегом Викторовичем совместно с Томом Патти написана книга «Бескомпромиссный май». And as for today, that's very easy to do, because we have already the book «Non-комpromised pendulum», which was created by доктор Олег Мальцев и Том Патти. Обратите внимание на главу номер 3 и особенно номер 7. Pay very close attention to chapter 3 and especially to chapter 7. Knowledge of Кас made him 100,000 and 1,000 steps before other people and the planet itself. Some people may think that I'm exaggerating right now, however, this is how I admire him. And from analytical view point there was no way it could be different. Because Кас не только знал определенные основы своего родового бессознательного, as for Кас not only knew the peculiarities of his ancestral unconsciousness, но и владел ключами, то есть инструментами управления своим родовым. и по сути за плечами Каса стояла самая настоящая машина. неаполитанская фехтования испанской школы. И на сегодняшний день я уже совершенно свободно могу об этом говорить, скажем так, не обременяя слушателя жесткими графиками и математическими выкладками. хотя, конечно, те, кто пожелает это увидеть, вы это все увидите, в том числе книги. Но, помимо всего прочего, обратите, пожалуйста, внимание на то, что Кас обладает уникальным родовым наследием, которое включает в себя особую эффективную машину. Но еще я обладал знанием того, какими инструментами машину это включает. А такие люди, обладающие подобного рода знаниями, не только своей судьбой управлять, но и судьбами других людей, если хотят. И мы фактически видим, что это не просто возможно, а так оно и было. все, кем Кас занимался лично, кардинально изменили свою судьбу. Все, кто слушали, слышали, что он говорит, выполняли его рекомендации, получали триумф. И как мы видим, никому больше не удалось воспитать трех мировых чемпионов в тяжелом супертяжелом весе. А сколько чемпионов среднего легком весе он воспитал, мы просто не считали. Поэтому на самом деле чемпионов получится не три, а гораздо больше. И скажем вот на этой замечательной мысли сегодняшний наш разговор я бы хотела запомнить. Пожалуй, полезно знать, что с точки зрения судьбы психологии, как минимум, в жизни каждого из нас существует особый инструмент. И он не просто позволяет поменять извините меня шило на мыло, но поменять то, что вы имеете на гораздо большее, на мудрое, сильное, самостоятельное и эффективное. И как минимум, этим показательный пример легендарного Касадамаро. И как минимум, эти качества которые получили легендарный Касадамаро. Человек, который не просто знал и уважал свое наследие, но и который обладал этим знанием и знание это прикладывал, то есть применял в жизни, добился в своей судьбе очень многого. и нам есть чем поучиться у этого человека. А кто хочет убедиться в тех или иных выводах самостоятельно и перепроверить их? Да, то для верификации таких выводов я крайне рекомендую вам следить за прямыми включениями из пари. Именно. Члены экспедиционного корпуса покажут вам то, что, пожалуй, вы нигде никуда больше не увидите. Ну, во-первых, до доктора Философии Олега Мальца этого никто не делал. Я очень сильно сомневаюсь, что кто-то из вас сейчас сорвется и поедет, скажем так, в Италию для того, чтобы это все смотреть, глядеть, проверять. Обычно люди слишком заняты собственными делами. Но в том-то все и дело, что когда мы слишком сильно заняты собою, не обращаем внимания на великих и не хотим у них учиться. Но в таком случае мы не только не получаем чего-то, чего ожидаем, но в конечном итоге опускаемся еще ниже дна. In such cases, not only we do not get things that we want, things that we expect, what we would get, we usually, we go too down, yeah. Да, то есть вместо эволюции движение назад. Instead of evolution, we go backwards. Это предложение, скажем так, для американского типа мужчины. And this sentence for American type of logic. В любом случае, всем спасибо за внимание. In any case, I thank everybody for attention. И завтра мы с вами увидимся и поговорим об еще одной порции выводов и расследований. And tomorrow we are going to meet here at the same time and we will speak about one more portion of research and investigation. Всем успехов и до скорого. I wish everybody success and see you soon. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok